шучу-шучу конечно веревка совсем ни при чем и совершенно она нам не нужна а сегодня я расскажу о девяти вещах которые бесят в школе на уроках английского языка и так топ 9 let's go напоминаю что 12 ноября в это воскресенье в 15.00 по москве состоится бесплатный вебинар на котором мы разберем с вами вариант егэ с сайта фипи вся информация внизу я являюсь репетитором по английскому языку и ребята приходят ко мне из общеобразовательных российских школ все они приходят с определенным багажом знаний и проблем вашему вниманию я предоставляю девять причин почему вы до сих пор не можете выучить английский в школе и вынуждены обращаться к репетиторам и идти на курсы английского языка пункт 1 читай и переводи зачастую единственное чем занимаются ученики в школах и домашние задания единственное тоже это читать и переводить какой-то текст но на самом деле это не несет никакого смысла поскольку язык необходим для общения когда вы читаете и переводите текст просто используя google переводчик и подписываете транскрипцию на русском языке сверху услов это бесит пункт 2 отсутствие простых разговоров и реального общения язык необходим для того чтобы общаться эта практика полностью отсутствует на уроках английского языка в российских школах третий пункт который бесит в изучении английского языка в школе это то что мы изучаем правила только правила пассив бойс паста фиг паста фиг континьер с чем-то паст страшные слова которые вы учите на урок английского языка в школе но нифига не понимаете о чем это такое доскональное изучение теории она не несет никакой практической направленности в лучшем освоении языка а я за то чтобы говорить на языке чтобы убирать эмоциональные зажимы и это бесит четвертый пункт это скудный словарный запас и это опять же все связано с тем что учат голые слова помните эти диктанты которые вы вы заучиваете до урока на перемене вот этот список слов сама я учила также эти слова ку-е-у-е очередь при цемпл да марья ванна зачитывает тебе слова на русском очередь или записываешь ага ку-е-у-е я это знаю но к сожалению в реальной жизни ты никак не можешь это использовать потому что в твоей голове ку-е-у-е и как это применить ты не знаешь это бесит пункт 5 заучивание топиков наизусть и вообще от текстов наизусть вот the fuck господа зачем учить текст наизусть если ты ни хрена не понимаешь о чем он и вообще суть изучения топиков это прекрасная прекрасная идея о том чтобы научиться говорить на определенные темы хобби спорт работа и побеседовать об этом на занятии реализуется ли это на уроках английского в школе вы просто выходит к доске и вот так с текстом написано на руке тоже подглядывайте и пересказывайте текст или наизусть его говорите это бесит следующий пункт никто не следит за твоим произношением нафига произношение если ты даже говорить в принципе не можешь простыми фразами let me speak from my heart in english это максимум с чем выходит ученик за 11 лет обучение в школе к сожалению и зачастую сами преподаватели имеют сложности с произношением я не говорю уже об интонации то есть интонация вообще на 100 500 месте здесь это про нас и это бесит языковой барьер когда вы как собаки вроде бы понимаете но сказать ничего не можете мне кажется причиной тому просто внутренние зажимы даже самого преподавателя и вообще вся у нас нация такая зажатая вся зажатая ему боимся сказать боимся выразить свое мнение нам кажется что наше мнение ничего не значит и вот это вот одно за другое за третье такая цепочка неприятная получается что мы вот так вот молчим и на русском молчим на английском молчим и все ребята очень зажаты и когда даже они приходят ко мне на курс то зачастую они очень занижают свои способности просто потому что очень зажатые говорят что я ничего не знаю у меня уровень elementary я знаю только алфавит 123 и how do you do но я никогда этому не верю потому что знаю что русские дети самые способные умные интересные и изговорит барьер для них полная фигня и они спокойно могут говорить и не будет никаких проблем для того чтобы подготовиться к разделу говорения по английскому языку следующий пункт который реально бесит это большое количество людей в классе на это к сожалению никак нельзя повлиять потому что просто тупо не хватает преподавать массе всего 30 человек и разделить на две группы английского языка по 15 человек это слишком много даже обучаясь в институте в наших группах уже ребят которые знают английский язык на определенном уровне было максимум 10 человек а что говорить об общеобразовательной школе где вас 15 и донести до каждого какую-то мысль невозможно у вас разные уровни это ужасно это просто делает из урока по английскому языку пародию на какую-то фигню и это бесит 9 который бесит это отсутствие какого-либо творчества на занятии в целом проявление себя потому что язык это есть проявление себя у каждого народа свой язык и он неизменно выражает национальный характер поэтому проявление себя способствует лучшему изучению любого языка творчество не равно стен газета творчество не равно выучить стихи шекспира творчество это то что интересно ребятам здесь и сейчас профессия препода предполагает определенную живость ума и чем больше вы даете свободу ребятам изучать язык чем больше вы даете свободу им смотреть то что им нравится тем быстрее и качественнее они освоят язык потому что в условиях русскоязычной среды самым крутым способом освоения языка является подражание нам подражать то больше только тому и только говорить о том что тебе реально в кайф так вот топики следует немного модифицировать в сторону ребят многие учебники к сожалению устарели и это никак не способствует лучшему усвоению языка это бесит это все чем я хотел сегодня поделиться скажите а что бесит вас на уроках английского в школе и что нравится вам в уроках английского в школе чтобы хотелось изменить мне интересно знать ваше мнение ставьте лайк подписывайтесь на канал на соц сети они указаны внизу ну и всем 100 баллов на эго ребят пока